Севастополь 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 На форуме Очень большое внимание Уделяется и православию Развитие Именно Православной В казачьей среде Православия Духовное Воспитание молодежи Одна из основных Задач этого форума В принципе, вот так. А какие еще темы поднимаются на дискуссионных площадках форума? Одна из тем, которая вызвала, я не скажу, что ажиотаж, но интерес, это создание казачьих кибердружин с целью защиты информационных рубежей страны. Исторически, наверное, так сложилось, что у людей есть непонимание вообще, то, чем занимается казачество. По какой-то причине, значит, считают, что, до сих пор считают, что если казак, значит, все, вот поле, лошадь, шашка, все, и больше ничего нет. На самом деле, казачество это одна из частей полностью нашего общества, вот вообще, в том же числе и в Севастополе. Очень много казаков, которые имеют различные высшие образования, работают здесь, в Севастополе, занимаются своими обычными, скажем так, мирскими делами. И очень часто даже соседи не знают, что, допустим, их сосед член казачьего общества. По кибердружинам, ну, этот вопрос, наверное, назрел уже давно. Его надо было решать, может быть, и не сегодня, а несколько лет назад, потому что информационная война, она идет. И вот на этих вот подобных площадках молодые казаки делятся опытом своим, как они, допустим, работают в социальных сетях, создают там сайты свои и так далее, и так далее. Что еще в программе форума? Ну, в программе форума очень много экскурсий, конечно, по Крыму, потому что, ну, Севастополь есть Севастополь, да. И для молодых людей, для молодых казаков со всей России побывать в Севастополе, на самом деле, очень интересно, хотя бы подышать, что называется, вот этим вот железным воздухом Севастополя. Посещение храмов в Крыму и в Севастополе, ну, ни для кого не секрет, да, что и Крым, это, по сути, родина православия. Вот в России. Поэтому программа очень насыщенная и большую роль в этой программе играет, конечно, преподаватели университета имени Розумовского, московского, которые приехали для участия в мероприятиях форума. И они проводят различные презентации по программам, по проектам, которые существуют в регионах России. На что направлены основные мероприятия форума? Ну, прежде всего, это развитие межрегионального молодежного сотрудничества в казачьей среде. Ну, вот вспоминая, допустим, 2014 год, когда у нас начались известные события, я очень много получал телефонных звонков с материковой части России от казаков, которые готовы были приехать помогать. То есть казаки по всей России, они друг друга знают, они общаются и готовы в любой момент приехать и поддержать своего брата-казака. Вот сейчас, по сути, вот эта казачья молодежь, знакомясь здесь, в Севастополе, обмениваются контактами каким-то. Они рано или поздно, им не 18, не 25, будут постарше ребята. И они будут, по сути, уже, ну, они и сейчас лидеры в своих казачьих объединениях, да, и через несколько лет это будут, это будущие атаманы. Понимаете, они будут друг с другом знакомы, они всегда смогут созвониться и прийти друг другу на помощь. Это, действительно, это дорогого стоит. А каким опытом делятся севастопольские казаки с казаками с материковой России? Ну, севастопольские казаки могут поделиться как опытом работы в социальных сетях, именно работы, а не просто там зависание переписка в одноклассниках и так далее, могут поделиться и фланкировкой, то есть работа с шашкой, и рукопашный бой. Очень сильная школа по казачьему спасу в Севастополе, и нашим юношам есть чем поделиться. А как готовились к проведению форума? Ну, проведение форума, основная подготовка, конечно, это власть Синейдального комитета по делам казачества, Русской Православной Церкви и Институтом Разумовского. Здесь, в Севастополе, мы единственное готовили, скажем так, экскурсионные мероприятия, трансфер. А кто прорабатывал программу экскурсий? Программу, вот организатор форума, Синейдальный комитет Русской Православной Церкви, по сути, они взяли на себя всю эту ношу и саму программу разрабатывали они. Почему для проведения форума выбрали именно Севастополь? Ну, знаете, мне очень хочется, чтобы это действительно звучало гордо, да, Севастополь все-таки южная столица России. Вот как бы мы не относились просто к тому, что мы здесь живем, да, мы к этому привыкли. Для людей, которые живут в России, Севастополь, это все-таки сакральное действительно место. И побывать здесь, это уже для них гордость. Что в завершении программы форума? По завершению форума, мне бы, вот лично мне, очень бы хотелось, чтобы результатом форума было принято решение о создании филиала университета имени Разумовского в городе Севастополе. То есть это решило бы проблему и создания кадетских классов, может быть, даже кадетского колледжа. По крайней мере, молодежь воспитывалась бы здесь, в Севастополе, не надо было бы никуда уезжать людям из города для того, чтобы получить образование, то, которое они хотят получить. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо. Гостем студии программы «В контексте» был Алексей Аврамчук. Впереди еще много интересного, не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин